И негодного раба И поставит овец по правую свою сторону, козлов же по левую. Тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от основания мира. Ибо голоден был я, и вы дали мне есть, жаждал и напоили меня, странником был и приняли меня, наг и одели меня, болен был и посетили меня, в тюрьме был и пришли ко мне. Тогда ответят ему праведные, Господи, когда мы тебя видели голодным и накормили, или жаждущим и напоили, когда же мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда же мы видели тебя больным или в тюрьме и пришли к тебе. И ответит им царь, Истинно говорю вам, сделав для одного из братьев моих меньших, вы для меня сделали. Тогда скажет и тем, кто по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо голоден был я, и вы не дали мне есть, жаждал и не напоили меня, странником был и не приняли меня, наг и не одели меня, болен и в тюрьме и не посетили меня. Тогда ответят и они, Господи, когда мы видели тебя голодным или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в тюрьме, и не послужили тебе. Тогда он ответит им, Истинно говорю вам, не сделав для одного из этих меньших, вы и для меня не сделали. И пойдут эти в муку вечную, праведные же в жизнь вечную. Ибо кто напоит вас чашей воды ради имени моего, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет он награды своей. И кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому было бы лучше, если бы мельничный жернов облегал его шею и бросили бы его в море. И если соблазнит тебя рука твоя, отруби ее, лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками пойти в гиену, в огонь неугасимый. И если нога твоя соблазняет тебя, отруби ее, лучше тебе войти в жизнь хромым, чем с двумя ногами быть ввергнутым в гиену. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе кривым войти в Царство Божие, чем с двумя глазами быть ввергнутым в гиену, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Ибо каждый будет осолен огнем, и каждая жертва будет осолена солью. Соль хороша, но если соль перестанет быть соленой, чем вернете вы ей силу? Имейте в себе соль и будьте в мире друг с другом. КОНЕЦ Отнесли его ангелы на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, пребывая в мучениях, поднял он глаза свои, и видит издали Авраама и Лазаря на лоне его. И возвал он со всей силой, Отец Авраам, смилуйся надо мной, и пошли Лазаре, чтобы он омочил конец пальца своего в воде, и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в этом пламени. Но Авраам сказал, Дитя мое, вспомни, что как ты получил благое твое в жизни твоей, так и Лазарь злое. Теперь же он здесь утешается, а ты мучаешься. И при всем том между нами и вами утверждена великая пропасть, чтобы хотящие перейти отсюда к вам не могли, и оттуда к нам не переходили бы. И он сказал, Тогда прошу тебя, Отец, послать его в дом отца моего, ибо есть у меня пять братьев, пусть свидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. И говорит Авраам, Есть у них Моисей и пророки, пусть послушают их. Он же сказал, Нет, Отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Но он сказал ему, Если Моисея и пророков не слушают, то когда бы и воскрес кто из мертвых, не убедятся они. То, что говорю вам в темноте, скажите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить, а бойтесь лучше могущего и душу и тело погубить в гиене. Недва ли воробья продаются за осарий, и ни один из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сосчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих воробьев. И так всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедую и Я перед Отцом Моим, который на небесах. И кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь и Я от Него перед Отцом Моим, который на небесах. Не подумайте, что Я пришел принести мир на землю. Я пришел принести не мир, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человека, домашние Его. Любящий отца или мать более Меня, не достоин Меня. И любящий сына или дочь более Меня, не достоин Меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мною, не достоин Меня. Нашедший душу свою потеряет ее, и потерявший душу свою за Меня найдет ее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...